Добрый вечер, друзья! Мы на проводе, в смысле на связи. Здравствуйте! С вами поздоровался будущий авторитет третьего поколения. Вот, так, он пошел на кухню считать заработанные деньги. Все, давай, считай. Кстати, очень полезное дело копит на скайп, или как он там зовется, но с завтрашнего дня он начинает работать уже по-настоящему. То есть, он будет фасовать те самые семена для вас, друзья. Лекция началась. Значит, сегодня у нас эффективный совет от Железова. Уже появились сомнения у меня, что я их смогу за один раз рассказать. Но, по-моему, две трети зимы пришло. Но впереди февраль-март. Может, успеем. Так, значит, содержание вебинара, большую часть этого я вам расскажу. Интересно, да, как бы мне рябинник, дуба перебраться? А это вот через несколько минут будем думать. Так, скучные цифры. Сегодня опускаю, иначе все. Прочай. Вот, сразу кто-то пойдет спать. Ладно. Значит, я должен начать с того, что я получал такие письма. Пожалуйста, посмотрите. Пусть будет без адреса, пусть без фамилии. Вот это просто посмотрите. Это мой долг. Значит, пытались люди помочь Бродскому, когда был самый кризис. Вот, я получал несколько писем. Один из них, который дал какой-то эффект лечения, я просто потом вернетесь, нажмете кнопочку вебинара номер 15, и врачете уже самостоятельно. Так, значит, вот здесь вот я получил такое письмо, на которое отвечать надо. Но это точно по вебинару. Вот, естественно, что большинство этот вопрос не посчитает самым важным, да? Вот, я, почему я выделил? Опять же, потом прочтете. Когда-нибудь, может быть, следующий вебинар, может быть, через два вебинара, я вернусь к нему. Потому что оно важнейшее. Вот, а самое главное, знаете, что я выделил? Я выделил следующее. Вот эти два слова. Полноценные и неполноценные почки, знак вопроса. Как их определять-то? Так, дело в том, что с этого все начинаются, такие вещи, которые заканчиваются страшными трагедиями. Друзья, понятие полноценных и неполноценных почек на дереве не ту. Если я говорил про полноценные и неполноценные почки, то неполноценные я железу имел в виду почки, которые не годятся именно для прививки. Не полноценные к прививки, а на дереве все до единого почки, все до единого листья, все до единого ветки, все до единого. Все, абсолютно все полезно, единственно в своем роде, неповторимо. То есть, это же, как у людей. Я не могу понять, почему нам на все 10 пальцев нам нужны. Даже безымянный палец никто... Ну попробуйте. Зачем нам безымянный? У него даже имени нету, вот этого безымянного пальца. Помните, какой предпоследний? Почему? Самый бесполезный. Указательный мы носу ковыряем, помните, да? Ну и так далее. Польза есть. А это-то... А здесь куча народу, мы тоже будем говорить об этом, пришло к мнению от первых самых авторов, которые сами не совсем полноценны. Вся страна, вся СНГ, полмира, а может быть и весь мир, я там не знаю. А, я смотрел эти, такие же дебильные обрезки в Германии. Вот уж, казалось бы, умные люди. Это мы считаем, что мы дураки, а немцы умные. Вот. Так вот, даже там все искалечно. Есть понятие неполноценной почки, ветки. Все полноценно. Но для прививки не каждая годится. Вот и тут я напомню, спящие почки предназначены в своя роль. В случае поломки дерева или глупой обрезки. Вот. Нижние скелетные ветки, просто ветки, вовремя родились, с весны. И они самые подходящие для того, чтобы их перенести на почки и фрагменты ветки. Но другие деревья, вот. У каждой, чем выше, тем выше у них, у каждой своя роль. Каждая веточка играет роль, каждая в этот, если бы вы знали, если бы вы пригляделись, как изогнутые листики на специальных веточках, чтобы отводить воду от штамба. А вы говорите неполноценно. Вы неправильно меня поняли. Вот. И вот эти вот полноценные, неполноценные почки у меня проходят через все вебинары. Где-то там немножко, тут немножко. Может, дойдем, но потом я боюсь, что когда я буду лекцию читать уже с фотографиями, с десятками, вы один меня и будете слушать. Вот, что я боюсь. Ладно, идем дальше. У вас замечательный ум наблюдательность. Видите, как вы написали? Где качество по двое, при двое не усредняются, а как бы умножается. Взрывной рост одной почки в полноценную крону. Год за два, за один сезон. Вот. Ведь прекрасно, великолепно. Но это такая вещь. Мы с Владилковым, Безбродским, не сказать, что это самое, ну уж совсем, ну, Ну, нам пришлось мозги себе буквально вывихнуть. Только не считайте нас за придурков. Вот. Для того, чтобы мы хоть что-то начали понимать, именно в прививках. Понимаете? Именно в прививках. Потому что здесь происходят такие вещи, когда невозможно, вот глядя на привитое дерево, угадать. Ни какая почка будет ростовой, ни какая почка будет цветочка, ни какая почка для чего, ни какая почка, это самое, какой плод даст. Вообще ничего не понятно. Представляете, что такое прививка? Вот. А мы еще это все усложнили тем, что если... Помните мое выражение? Не мое, а то, что ученый московский, это сам Раникап привел, что якобы этот самый, 100-летней давности автор, большой специалист, он же генерал Раевский, не согласился бы с железом, потому что у них не было морской подвой. Когда мы взялись, наша святая троица за морской подвой, вот тут-то действительно оказалось, что все не то, не так. И наоборот, все против Мичурина. Это не отрицает Мичурина, это не отрицает Птоломея, который был гением. Ведь прекрасно можно было высчитать там кометы, высчитать это самое, следить за небом, делать расчеты и при этом считать, что Земля крутится, что Солнце крутится вокруг Земли. Пришла пора, сожгли одного-двух, и вот, ну, наладилось другое. Теперь оказывается, Земля всего лишь один из миллионов там этих самых комочков Земли, вот, и никакая не центр Вселенной. Но, при этом, никто не отрицает тех, и Мичурина никто не отрицает, это эволюция. Вот, были такие подвои, были такие привои, эти были молодые, эти были старые, устоявшиеся сорта. И наоборот, я имею в виду подвои с привоем, значит, все правильно. Мы пошли-то по другому пути, мы пошли на север, понимаете, вот таким путем. Поэтому я больше про это говорить не буду, я бы саму, как бы это сказать, там, саму философию вам преподнес. Вот он, тот самый, Курдюмову показывал. Вот полтора метра забор, больше трех метров, пятимесячные деревья, вот они. Почему? Да уже со следующей почки, взятой с этой же ветки, ведь это же была ветка, с ветки я отрезал этот самый, как он называется, черенок. Пошел одна, две, максимум три почки, скорее всего, одна, раз такой мощный рост, да? Скорее всего, одна. Но уже соседняя дала бы в два раза меньше. Вот, посмотрите, рядом же тоже привитое деревье. О, принцип один. Еще раз, это важнейший совет уже сейчас не только о том, как не надо, уже как надо. Надо брать ветку, кроме двух-трехнижних почек, которые только не годятся, не используем, а уже где-то примерно третью, четвертую, пятую, видя, как они прекрасно развиты, из нее и делайте. Велик шанс, что там будут ростовые почки, которые превратятся в вот эти деревья. Ну, где это видано? Дерево, которое поливать-то некогда было, за пять месяцев превратилось в вот этот трехлетний гигантик. Ну, пусть он у меня самый лучший. Ну, не все такие. Я просто яркий пример привел, что такое почка. Вот здесь я недавно совсем, чуть ли не сегодня получил, вчера, сегодня, вот эту фотографию. Здесь прививка абрикоса на сливу. Да, у человека он прижился. Да, будем молить Бога, чтобы у него прививка на сливе пожила. Хотя бы несколько лет, хотя бы урожая дождаться. Дальше она помрет. Когда-то у меня умерли все, вопрос только, что самая долгая играющая дали по два-три урожая. Ну, будем надеяться. Но уже в следующий раз прошу вас прививать вот тут. Вот тут. Вот. И, ну, безумству храга поем и песню. Это дерево уже где еще привешь? У земли уже не привешь. А принцип такой, если есть саженцы, одно-двух-трехлетние, только у земли. Вот такой совет. А здесь замечательно. Человек движется вперед. Вон еще одна прививка. Видите? Так. Здрасте, Валерий Константинович. Два снимка с черенка лада. Так. Выросли две ветки. У него, ну, проще давайте. У него получились необычные почки. И он сомневается, то ли это то, что надо, может, на прививку. То самое. Вот на многих моих деревьях, когда достаточно длинные ветки, достаточно длинные. Приросты последнего года имеют, допустим, половину вот таких вот. А выше уже нормальные. Как бы нормальные. Вот и все. Вот это нормальное состояние почки, которая, а, может быть, ростовой. Помните, я говорил, не все. Но каждой ветке еще несколько ростовых. А потом, потом, рядом, может оказаться ветка в два раза короче. Если привить, допустим, вот эти три почки, взять, привить. Вот тут сделать срез или клин. Вот так вот отрезать, взять, привить. Может оказаться это самое мощное. Может это. Может это. Мы не знаем. Вот это, отвечая тому, кто написал предыдущий. Не знаем. Прививаем все три и ждем чуда. Хотя бы одна ростовая. Бывает до того, интересно, все три одинаковые. Все три хорошие, длинные, там, скажем, к осени метр. Хотя бы метр. И что говорят? Надо две убирать. Я говорю, ну что, руки оборву. Все три пусть и растут. Детали какие-то. Детали какие-то. Да. 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 Да.